Добрый день, дорогие друзья. 2020 год для Торемы круглая дата. Ансамблю исполнилось 30 лет. Отпраздновать не позволили коронавирусные ограничения. Однако большой юбилейный концерт в планах. Он пройдет 28 января 2021. К слову, это год 70-летия основателя Торемы Владимира Ромашкина. Уже сейчас готовится большая программа. В условиях пандемии полный зал собрать не получится. Мы запланировали большой юбилейный концерт, в котором примут участие не только наш коллектив, но много гостей нашей республики. Это даже Леонид Аркадьевич Кубович обещал к нам приехать. Заочно нам подтвердили согласие. То есть это дирекция этой программы вместе с музыкальным режиссером этой программы, с администрацией президента, с кем мы дружим. Вот сейчас тоже рассматривают возможность приезда на наш юбилейный концерт. Из-за пандемии отменились концерты, зато появилось больше времени для работы над новыми композициями. В 2020 году артисты Торемы выпустили два альбома и сняли несколько клипов. Коллектив старается развиваться в разных музыкальных направлениях. Это и классический фольклор, и фолк-рок, и даже фольклорная симфония – новый опыт для ансамбля. Многообразие жанров позволяет привлекать к мордовской национальной культуре внимание все большей аудитории из разных городов и стран. Коллектив заметили и крупные артисты русской эстрады. Творческое сотрудничество начали, к примеру, с Дмитрием Маликовым и Денисом Майдановым. Не столько, казалось бы, пишутся песни, как делаются аранжировки. Мы стараемся фольклор, вот это национальные традиционные песни, преподнести в новом видении, чтобы люди глянулись с нового ракурса. Поэтому и делаем синтезы, как уже было ранее замечено, с другими направлениями, и жанрами, и стилями, стараемся привлечь новых слушателей. Наверное, вы знаете, что уже 13 декабря состоялся спецвыпуск программы «Поле чудес», в который попал наш коллектив. Приз зрительских симпатий присудили нашему коллективу, который представляет этнокультурные ценности, то есть это язык, культуру своего народа, то есть нас, Мордовии. Главное событие года для Торума – поездка на Первый канал. В программе «Поле чудес» фольклорный ансамбль из Саранска поучаствовал уже в третий раз. Но этот стал особенно мордовские музыканты – участники новогоднего выпуска. Благодарность за их участие в программе ее бессменный ведущий Леонид Якубович выразил временно исполняющему обязанности главы республики Артему Сдунову. Музыкальный коллектив признался, в условиях пандемии осуществить путешествие в Москву было непросто, но нашлись те, кто оказал поддержку, а именно Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии, также стал Евгений Сидоров. Мы уже не первый раз попадаем на центральный телеканал, то есть на Первый, и ОРТ, и в эти передачи. Они говорят, что это интересно освещать в средствах массовой информации. Я хотел бы сказать спасибо в первую очередь руководству нашей республики, которые, Министерство культуры и национальной политики и архивного дела, которые нас поддерживают, финансируют, наш коллектив. Благодаря чему мы продолжаем существовать, творить, удивлять наших зрителей. И хотел бы отдельные слова благодарности сказать Евгению Николаевичу Сидорову, который уже неоднократно, мы три раза ездим на Поль Чудес, то есть он помогает нашему коллективу финансово, оказывает помощь, чтобы эта поездка состоялась. Такая поддержка вот со стороны таких людей очень значима для нас. Не напрасно было! От «Капитал» шоу «Поле чудес» От «Первого канала», от телекомпании «Вид» Подарки к Новому году! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...